Сибирское соглашение Анатолий Борисович, скажите, пожалуйста, помимо театральной деятельности, естественно, вы занимаетесь еще общественной, которая затрагивает, как я уже сказала, экологическую тему. Расскажите немножко о этой деятельности. Я могу вас поправить. Это не общественная, это принято называть общественной. Это нравственная позиция человека, потому что я много лет слышу про Байкал и вижу, и слышу, и все, не только я, все мы видим и слышим, как много разговоров об этой теме. И нужны поступки. Нужны не мысли, которые у каждого в голове имеются, а поступки. Поэтому я решил, чтобы это были поступки. И объединял людей, которым это тоже не безразлично. Почему вы начали заниматься на этой проблеме? Объясняю. Потому что у всех в головах существует некий образ, что это такая тяжелая проблема, очень трудная, нерешаемая, и вообще невозможная, и так много нужно о ней говорить, и так далее, и так далее. Нужно не говорить, нужно поступать так. И поэтому... Кто вообще занимается на этом? Театр создает, театр и любое искусство вообще, оно создает образ. Образ, когда мы что-то представляем в своем понимании, в своем воображении, а вот что, и к этому образу стремимся. И вот этот образ, что Байкал совершенно спокойно является чистым, и может быть чистым, и берегом, и местом на планете, в нашей республике, и так далее, и так далее, он почему-то отсутствует. Потому что знать, что это так трудно, так сложно, я вам говорю, нет, не трудно. Объясняю, почему. Международная Байкальская береговая волонтерская служба, так мы назвали вот это движение, назовем это движение, оно уже существует уже 14 лет, не несколько, а 14 лет, хотя существовало в разных формах и раньше. Только оно не называлось под одним флагом, так сказать, под одной формой, под одним названием. Значит, цель этой службы была когда-то давно для того, чтобы просто не видеть грязные берега Байкала. И чем больше мы занимались, чем больше лет этому уделяли, и сталкивались с каждодневной проблемой этого явления, существующего у нас, и с Иркутской стороны, и с нашей стороны. Я просто и там бывал, и там, они к нам приезжали, обучались, у нас стажировались, ребята, которые там занимались. Вот, и то есть мы имеем, наверное, самый большой опыт на Байкале среди всех вот этих так называемых общественных, или каких хотите. Ну как вы решаете эту проблему? Волонтеры, 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 это всегда у всех в головах слово, а мне кажется, затерлось не очень правильно. Волонтеры это те, когда не могли справиться армии, когда не могли справиться, ну я не знаю, какие-то спецслужбы там, специальные службы, которые, или специальные, они понимали, что это дело всего народа, или там всей страны, а иногда даже целая, ну там, мировая проблема. Так как вот, вперед там, отечественной войны, до отечественной войны, волонтеры уходили в Испанию и воевали. Волонтеры воевали, добровольцы по-русски. Кто входит именно? Волонтеры, это просто люди, разделяющие такое сознание и понимание, приезжающие бескорыстно, бескорыстно, не имея никаких выгод, кроме одного своего убеждения, пытающиеся доказать или решить проблему, чтобы она стала реально выполненной. Анатолий Борисович, скажите, пожалуйста, ну кто все-таки входит туда, в большую организацию, которая занимается колонистской проблемой, Байкала? Нет, организация это театр, понимаете, ну мы просто, мы просто в свободное время, а на свободное время не бывает у театра, оно бывает только летом. И поэтому в летний период мы объединяем различные слои молодежи, и не только молодежи, молодежь тоже дело расплывчатое, различные слои неравнодушных людей, назовем так. Некоторые волонтеры, которым по 60 лет там бывают, неравнодушен, что его нельзя брать, что... Это волонтеры, это добровольные люди, которые согласны и приезжают сюда, и приезжали уже много лет, и приезжают, и будут приезжать. Много лет, и знаете, их может быть столько, сколько захотите, мы не можем всех принять. И поэтому развитие добровольчества, волонтерского движения в республике у нас конкретно, это тема почти политическая, и даже не экологическая. Почему, объясняю. Молодежь пьет пиво, молодежь развлекается, не знает, что делать, матеря, потерял ориентиры, и собирать молодежь, молодежь, именно молодежь, о которой мы так много кричим и разговариваем на всех и съездах, и каких-то направлениях, и партийных, этих десятков партий, и там чего-то еще, она действительно брошена. И когда у них появляется идея, которую они видят, верят, и своими руками видят, как это происходит, это огромное воспитательное значение. Анатолий Борисович, скажите, пожалуйста, вот на примере даже Байкала, можете как-нибудь оценить именно проблему с отходами у нас в Бурятии? Объясняю. Посмотрите, кому-то очень выгодно. Сейчас я почему-то говорю, я немножко не очень равнодушен к этой теме, потому что очень много сил на это положено, не только мной, но и другими людьми, но в данном случае мы каждое лето в течение всех, без перерыва на отпуск, я возглавлял эти лагеря, это движение, писал гранты, выпрашивал деньги, искал, объединял, и совершал большую работу. И прошел весь путь, который люди думают, сидящие в кабинетах люди, они думают об этом, как в кабинете. И понимают, что есть два решения. Кабинетное решение, которое будет там волевым путем что-то насаждать, и то движение, о котором говорим мы, когда люди сами хотят, чтобы так было. Я считал и считаю до сих пор, пока, что Байкал — это общественное достояние России, и не только России мира, и России тоже. Это достояние, это огромное место. Это не привилегия какого-то ведомства, одного или двух, это не привилегия даже Бурятии. Тем более мы еще разделяли, икутскую мы стояли. Это достояние. Об этом говорить нужно как действительно о том, что является в мире единственным. Ну вот расскажите, пожалуйста, у нас сейчас вот такая проблема, отходы, взрывают. А проблема вот в общем. Смотрите, вот если проблема не решена, что он как нужно сделать? Два пути. Два пути. Реальный, который существует в реальности, в реальной ситуации, и тот, который выдумывает. Выдумывает для чего? Я не знаю. Я могу вам предположить. Я бы пришел к выводу, что проблема замусоренности по Байкальскому побережью состоит только в одном. В час, в разделении форм собственности, грубо говоря. Нужно это доверить людям, и разделить, и отдать частник. А кто у нас частник? Только богатые люди. Все думают, что богатые люди будут заниматься экологическим сознанием, воспитанием, чего они хотят только владеть. На сегодняшний день побережье Байкала, и даже отдаленные уголки Байкала разделены и отданы федеральные земли. Федеральные земли, которые нельзя делать. Они разданы частникам. Вы понимаете, что это такое? Под всякой пыль... Там на 30 лет арендуют. Вопрос о том, сколько бы частникам не давали... Я с этим сталкивался каждое лето. Сколько бы не давали. Вот его забор, он у себя, у него будет все идеально. Вообще там пылинки нигде упасть. Но за забором это его не колышет. А как перенести это все? Вы понимаете, и дело в том, что давно идет война. Война полностью. Либо это 15, 20, 40, 50 человек захватит этот Байкал и скажет, все, у нас чисто, у нас все хорошо. Либо это каждый любой человек. До чего дошло? Люди, которые жили и живут на этом берегу, не могут выйти на этот берег. Вот куда идет. Вот для чего это нужно развивать. Когда горстка волонтеров, у меня добытся, 45, 30, 50, разное время по-разному было. В сезон примерно около 120 человек проходил волонтер. Когда горстка волонтеров, не имея бюджета, не имея ничего, иногда при поддержке местного лесничества, иногда совместно с Комприродой, Бурприродой нашей, при поддержке их, но никогда не было так. Нам ничего не надо. Мы уже ничего отспросим. Даже бюджета не просим. Ничего. Ладно, вы получаете деньги, зарплату выделять, субсидии уже миллионные. Но мы вот просто ничего не имеющие. Почему у нас все было чисто? Почему после нас был отсортированный мусор? Это пластик отдельно, банка отдельно, стекло отдельно, и вывозилось. Куда это вывозилось потом? Увозилось нами, с побережья Байкала, и отдавалось организациям безвозмездно те, которые этим промышляют. Те, кому это по какой-то причине выгодно. Один там утилизирует это как стекло, второй его пускает на строительное, измельчает и делает в строительной технологии. Четвертый еще. Мы находили этих людей, и вывозили. Вот давайте возьмем в сравнение. И это было так. И тогда, при этой технологии, вот это, если маленькое, мы делали, мы ведь для чего это делали? Для того, чтобы создать прецедент, чтобы объяснить общественные технологии спасения, которые прошел весь мир. Анатолий Борисович, я поняла, это не ноу-хаус, это прошло через весь мир. Вы поймите, как будто бы мы изобретаем снова слона, который давно существует. для этого нужно. Я вам хочу сказать, два вопроса. Либо это делает общество, либо это делает специализированная контора. специализированная контора никакая, при никаких миллиардных вложениях этого не решит. Почему? Потому что есть такое понятие, экологическая культура, экологическое воспитание, экологическое понимание всех людей. Как это перевести? Это нужно, чтобы это начиналось не в кабинете, в решении, а с тем, что те люди, которые в этом живут, в этом участвуют. Начиная от местных людей, которые там живут, начиная от, для кого-то от школы, для кого-то университеты. И вот эта экологическая проблема, раз наше достояние, самое главное, у нас вот в республике, это наш Байкал. Так понятно. И я не понимаю. А как правительство? Что должно быть правительство? Ничего я не понимаю. Правительство решает вопрос своего правительства, своего бюджета, своих затыкания дыр, так же, как и городская администра. Они затыкают свои дыры, они решают все прочее. И кому-то поручает этот вопрос. Этот человек, что он может решить? У него нет людей. А реальные люди... А какое разрешение? Вот этот выход? Разрешение очень простое. Объединить все силы, начиная от производственных или там управленческих, которые занимаются этим, как управление. которым дают какие-то хотя бы там ориентиры, там деньги дают, там один, там миллион или еще чего-то. И объедините сказать. Потому что поймите, что применит, что применит технология управления? Она наймет трех бомжей, которые быстро загрузят и скинут. О каком экологическом воспитании это идет? У нас к каждой палатке, к каждому бизнесмену, к каждому владельцу турбазы мы подходили и медленно с ним разговаривали. И мы говорим, тебе что, трудно? Он говорит, да нет. Значит, ты не против? Тебе трудно положить пластик в одно место, стекло в другое, а металлическую жестеную банку в третье. А грязный мусор вывезти с того места, где мы убирали. Единственное ближайшее место это было Селингинск. Но поток туристов настолько велик, что когда завалили Селингинск, они говорят, мы только на Селингинск рассчитываем. Чем вы валите со всех других мест? Они стали, сбунтовались и были правы. Вот вопрос грязного мусора, несортированного. Ну, люди в Улан-Удэ так и делают. Специальные баки установили, но потом это все в одну кучу опять. И проблема в чем? Как вы можете понять? Это проблема каждой дне. Вот как вы хотите, чтобы ваш ребенок научился писать? Или как ребенок, чтобы он научился, я не знаю, не бросать грязь на пол? Вы говорите это десятки раз, а вы хотите решить? Раз, постановится. Решилось. Баки постановились. Александр Голков решил баки поставить. Молодец. И вот все, теперь будет чисто. Так не будет чисто. Для этого нужно, чтобы это каждый день, начиная с этого микрорайона, проводилась работа с людьми. время кончилось. Вы понимаете? У нас в гостях был Анатолий Борисович Баскаков, художественный руководитель, руководитель молодежного театра. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо.